Всем привет, друзья! В этом выпуске ремонтируем роутер 4G от фирмы AnyData, модель RS150. По симптомам данный роутер не заряжается и не видится компьютером, но с заряженным аккумулятором включается и раздает Wi-Fi. Эту проблему, ребята, мы сегодня постараемся решить. Почему он у нас не хочет заряжаться, не определяется компьютером? Со слов клиента он не знает, как это произошло, так как не он один им пользуется. В семье есть дети, которые, в принципе, тоже данным устройством пользуются. Я думаю, у многих такое есть. Но в целом, ребята, проблему как-то надо решать. Но сейчас мы переходим за наш компьютер, попробуем проверить, определяется ли он компьютером, а также посмотреть, есть ли потребление в лабораторном блоке питания. Подсоединяем к компьютеру. Реакции никакой нету. Потребления тоже никакого нету. Реакции на самом роутере тоже нету. И, как видим, ребята, ничего не меняется. Теперь включаем сам роутер. Ругается на то, что здесь разряженный аккумулятор, так как здесь это так и есть. Суть в том, что есть признаки жизни. Попробуем включенный подсоединить, посмотрим, что появится. Тоже реакции никакой нету. И к нашему лабораторнику. Никакого потребления абсолютно нет. Теперь мы можем переходить за разборку самого устройства для дальнейшей диагностики. Вот и все роутер разобран. Здесь, с невооруженным взглядом, видны следы пайки. Я сделал так, чтобы вам было это все, ребята, видно. Разъем здесь пытались менять, скорее всего. Также пропаивать коннектор батареи. И у нас есть следы пайки в районе контроллера зарядки. Также на плате присутствует защитный экран. Он местами оторван. Сейчас я постараюсь вам это показать. Как это произошло, ребята, под большим вопросом. Склоняюсь к тому, что роутер ударник все-таки. Вряд ли его оторвали при демонтаже самой крышки, так как она легко снимается. И поэтому мы можем попробовать прогреть материнскую плату. Греть будем точно, в два этапа. Для начала мы прогреем процессор. Потом перейдем за лабораторный блок питания. Если это не даст результата. Далее уже попробуем прогреть контроллер питания. И посмотреть, что получится. Переходим за нашу паяльную станцию. Температура на паяльной станции выставлена 200 градусов. Приступаем к нагреву. Этого достаточно. Подсоединяем аккумулятор. А теперь к зарядному устройству. Как видим, поведение не изменилось. Попробуем также подсоединить к компьютеру. И ничего не происходит. Далее прогреваем контроллер питания. Также 200 градусов. Греем точно. Этого достаточно. Пока плата не остыла, подсоединяем аккумулятор и еще раз подсоединяем к лабораторному блоку питания. Как видим, проскочило потребление. Поведение после прогрева контроллера питания изменилось. Но также пока упало в ноль. Есть значок батареи. И пошла, ребят, по ходу зарядка. Попробуем, видится ли плата сейчас с компьютером. И что мы слышим, есть звук определения. Это уже хорошо. Есть движение в диспетчере устройств, что говорит нам, что здесь на плате отвал контроллера питания. Его необходимо будет отреболить. Именно отреболить, потому что не доверяю я прогреву. Потому что иногда такое случается, что есть оторванные пятаки под микросхемой. При нагреве контакт у нас есть, но при остывании он может пропасть. Либо появиться на какое-то время, а потом исчезнуть. Чтобы мне не принести эту технику обратно, для своего спокойствия, мне проще отреболить. Переходим. 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 Все готово, ребята. Контроллер мы перепаяли. Теперь можем перейти к этапу проверки. Переходим. Переходим. Подсоединяем аккумулятор. Переходим. Преходим. И пробуем включить. Переходим. Как видим, появилась у нас индикация, теперь переходим к лабораторному блоку питания. Подсоединяем аккумулятор. Как видим, появилось потребление. Все отлично. Подсоединяем к компьютеру. Тоже все определяется. Все хорошо. Переходим к этапу обратной сборки. Вот и все, ребята. На этом ремонт подошел к концу. Сейчас все прекрасно заряжается. Увидится компьютером. Основная проблема оказалась в отвале самого контроллера. После его перекатки все прекрасно заработало. Выдаю клиенту. Вам спасибо за просмотр. И до новых встреч.